Сура 76. Человек. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Прошёл ли для человека некий срок времени, с момента, когда в нём ещё не было духа, когда он не был чем-то упоминаемым, о нём даже не упоминали. Поистине, мы создали человека из капли, смеси мужской жидкости и женской, испытывая его, когда он достигнет совершеннолетия, возлагая на него обязанности, и сделали его для этого слышащим, чтобы слышал наши доводы, и видящим, чтобы видел наши знамения. Поистине, мы повели его человека по пути, показали и разъяснили путь истины и заблуждения, добра и зла, после чего он сам выберет путь и будет либо благодарным и верующим, либо неблагодарным и неверующим. Поистине, мы приготовили для неверных цепи, в которых их поволокут каду, огненные оковы, чтобы приковать их руки к шеям, и огонь, в котором они будут гореть вечно. Поистине, благочестивые, те, которые были покорны Аллаху, будут пить в раю искупка, в котором вино, смешанное с камфорой, имеющее самый лучший аромат. И эта смесь вытекает из источника, откуда пьют остерегавшиеся грехов рабы Аллаха, заставляя лица, направляя его течение туда, куда они хотят. Они в своей земной жизни исполняли обеты, которые они дали на повиновение Аллаху и боялись наказания Аллаха в день суда, зло которого распространяется на всех, кроме тех, кого помиловал Аллах. И они кормили едой, несмотря на собственную потребность и любовь к ней, неимущего, сироту и пленника, из числа многобожников и других. И говорили они про себя. Мы ведь кормим вас ради лика Аллаха, ради его довольства и надеясь на его награду. Не желаем мы от вас ни воздаяния, платы, ни благодарности, похвалы. И делаем мы это, так как поистине мы боимся от нашего Господа мрачного и грозного дня, дня суда. И Аллах защитил их от зла этого дня и даровал им блеск в их лица и радость в их сердца. И воздал он им за то, что они проявляли терпение в своей покорности Аллаху, райским садом и шелком. Возлежа, облокотившись там на разукрашенных ложах, не увидят они там ни солнца, жары, ни стужи. И будет близка к ним тень их, райских деревьев, и плоды будут подчинены им полностью. И будут обходить их юные слуги с сосудами из чистого серебра и кубками из хрусталя. Хрусталя, сделанного из серебра, которые измерены точной мерой. В них содержится ровно столько напитка, сколько желает обитатель рая. И также будут поить их там в раю из кубка, в котором вино, смешанное с имбирем, из источника, находящегося там, который называется Сальсабель. И будут обходить их, прислуживая им вечно юные отроки. И они такие, что если ты увидишь их, то из-за их красоты ты подумаешь, что они подобны рассыпанному жемчугу. И когда увидишь любое место в раю, там увидишь такую благодать, которую невозможно описать, и очень великое царство. На них будут одеяния зеленые из атласа, тонкого шелка, и парчи, плотного шелка. И будут украшены они браслетами из серебра, и напоит их Господь их напитком чистым, который не пьянит. И будет сказано им, «Поистине, это для вас воздаяние за вашу веру и благие деяния, и за усердие ваше, которое вы прилагали в своей жизни ради Аллаха. Вы встретите благодарность от Аллаха. Поистине, мы низвели тебе, о Пророк, Коран частями, по каждому случаю, а не разом. Терпи же до решения Господа твоего, и не повинуйся тому из них, из людей, кто грешник или неверный. И всегда поминай имя Господа твоего по утрам и вечерам, перед заходом солнца. И ночью совершай обязательные молитвы, такие как после захода солнца и наступления темноты. И преклоняйся ниц перед ним и восславляй его, совершая дополнительные молитвы долгой ночью, в часть ночи. Поистине, эти многобожники любят приходящую жизнь в этом мире и увлечены ею, и оставляют за собой день тяжелый, день суда, ничего не совершая для спасения себя в тот день. Как многобожники могут быть беспечными к своему Господу? Ведь мы сотворили их и укрепили их органы и суставы, и если мы пожелаем, то заменим подобными им, приведем вместо них других, которые покорны своему Господу. Поистине, это – это сура. Есть напоминание, назидание. И кто желает самому себе блага в этом мире и вечной жизни, возьмет к своему Господу путь, уверует в Него и станет покорным Ему. Но вы не пожелаете, не сможете встать на истинный путь, если не пожелает Аллах. Все происходит только по предопределению и воле Аллаха. Поистине, Аллах, знающий положение своих творений и мудрый в управлении ими, «Вводит он, кого пожелает, из числа своих рабов в свою милость, даруя веру и затем введя в рай. А притеснителям, тем, которые нарушают установленные им границы, он приготовил в вечной жизни мучительное наказание – ад». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!